А второй вопрос. Обсуждение решения комиссии по этике. Вопрос публикации на сайте члена палаты Андрея Витальевича Трофимова. Альтернативная газета РУ. Докладчик Ляхин Солович. Я попрошу, когда я буду доводить, меня не перебивать, а в конце каких будут вопросов или дополнений. У нас, правда, никого не не бывает. Ну, вдруг кто-то захочет перебить. Итак, решение комиссии по этике и общественной палаты Сергеево-Пасадского района по вопросу публикации на сайте члена палаты Андрея Витальевича Трофимова. Комиссия по этике и общественной палаты Сергеево-Пасадского муниципального района в составе Червоненко, Арушанова, Ругликова, Леонтьева, Григоренко, Кошедневникова с участием председателя палаты Лебедева рассмотрела содержание и публикации на сайте члена палаты Трофимова alt-gazeta.ru. Информация прилагается. У всех она есть? Есть. Есть. Было отмечено, что материалы, размещенные на сайте Трофимова Андрея Витальевича, являются оскорбительными для членов общественной палаты, а также для неопределенного круга верующих имеют признаки клеветы. Автор преднамеренно сообщает ложное сведение, порочит честь и достоинство других лиц, подрывает их репутацию. Так, члены комиссии отметили, что Трофимова Андрея Витальевич разместил заведомо ложное сведение в других средствах массовой информации. Также члены палаты отметили, что на его сайте находятся материалы, оскорбляющие членов общественной палаты района и подрывающие авторитет палаты, что такие действия недопустимы для члена палаты. После обсуждения опубликованных Трофимовым материалов, комиссия пришла к выводу, что им был грубо нарушен ряд положений кодекса этики членов общественной палаты, в том числе предусмотренных статьей 4 данного кодекса. Члены комиссии безуспешно пытались убедить Трофимова принять предложение об устранении данных материалов с его сайта и получили категорический отказ в грубой форуме. Возрешая обсуждение публикации Трофимову Андрею Витальевичу вышеуказанных материалов члены комиссии и председатель палаты также отметили, что в целом обсуждение вышеуказанных проблемных вопросов на заседании комиссии было проведено Трофимовым в грубой и оскорбительной форме. Им было выражено неуважение и грубость по отношению ко всем присутствующим членам комиссии, включая старейшего члена палаты, ветерана Великой Отечественной Валентина Чуворенко, а также председателя палаты Лебедева. По итогу обсуждения члены комиссии единогласно при одном воздержавшемся доброхотове пришли к следующим выводам. Первое. О необходимости признать неприемлемым и неэтичным для члена палаты публиковать оскорбительные материалы, а также заведомо ложные сведения, содержащие оскорбления как в адрес общественной палаты, ее членов, так и регулиозных конфессий, в последнем случае могущими провоцировать рост и декриминацию по религиозному признаку. Второе. Рекомендовать Трофимову устранить данные материалы со своего сайта. И третье. Рекомендовать Трофимову не допускать подобных публикаций в третье. Вот какие будут дополнения. Председатель комиссии Шляхин. У нас председателя комиссии есть вопрос. А с чьих слов вы записали вот это решение? С чьих слов? Материалы комиссии были предоставлены? Да, с членов комиссии, которые присутствовали. А кто собирал материалы на эту комиссию? Ведь у вас на комиссии не присутствовало? У меня не было. Члены комиссии присутствовали. Материалы были представлены. Соместитель был Кругликов. Да. То есть это Кругликов составил, да? Андрей Витальевич, вы допросы устраиваете? Нет. Вы вопросы предложили задать? Я отвечаю. Заместитель, мой заместитель, этой комиссии, собрал материалы для его объединения в общее решение. Второе. Я еще хотел бы дополнить, после сегодняшнего у меня заседания было, союза десантников, ветеранского организации. Я прошу вас лично не оскорблять воздушно-десантные войска в своей газете. А так как вы написали, как был бытлом воздушно-десантные войска, так и остались. Только могут воевать с арбузными тучками. Вот эту строчку уберите с альтернативной газеты. Это я лично написал. Я не знаю, кто лично, но говорят право. Я за комментарий на моем сайте ответственности не несу. Неправда, вы несете? Вы можете... Посмотрите, внизу сайта написано. Я не пишу никакой ответственности. Мой член организации написал данному человеку, который это написал. Сразу же то, что он написал, было удалено с этого сайта. Прошу вас, вот эту данную графу, как было бытло, так и осталось. Уберите. Потому что я молодежь, которая сейчас демилизовалась в воздушно-десантных войсках, не удержу. Вы понимаете, о чем я говорю? Нет, не понимаю. Ну... Вы мне угрожаете, что ли? Я не угрожаю. А от чего вы не удержите? От противоправных действий против вас. А какой же вы председатель тогда, если вы не удержите? Я удерживаю... От противоправных действий. Андрей Витальевич, вы неправильно выражаетесь. Я удерживаю их. Вы просто в своей газете воздушно-десантные войска не оскорбляете. Вы, я не знаю, проходили службу вообще в вооруженных силах Российской Федерации или нет? Вы были в воздушно-десантных войсках? Вы видели? Они воевали. Вы сейчас занимаетесь клеветой. Вы говорите, что я оскорбляю, а я никого не оскорбляю. То есть, потому что половина из того, что здесь написано, это ложь. Я ее кредитировать никак не буду. Это ваше личное мнение. Кто редактор? Редактор, ты? А я слушаю мнение. Я не хочу, это что-то хорошо. Не торопитесь. Почему это? Потому что не хочу. Можно я высказать? А ты что так ведешь себя? Ну как он ведет? Владимир Валентин, хочу, не хочу. Я думаю, не надо это... Так, все, Миталович, закончили? Закончили. Я просто хочу попросить, уберите вот это высказывание вашего друга или кто-то с вашими людьми. Или будут проблемы серьезно? Потому что я просмотрел этот... Какие проблемы? Различие. Да нет, не будет никаких проблем. Да различие. Ничего не будет никаких проблем. Я просто прошу, Андрей Витальевич, уберите вот эту надпись. Проблема может быть. В этой статье, ребята, разложу. Я вас прошу. Значит, все прочитали, Михалыч, хорошо, все прочитали информацию, которая была размещена на сайте, да? Да. Ну, это есть, это... Куда ты это денешься? Слушайте, я пару слов скажу. Дело в том, что на самом деле, вы, Андрей Витальевич, можете убирать, и вы убираете те комментарии, которые вам не нравятся. Но эти вы сознательно оставляете. Вы модерируете сайт. Это ваша техническая возможность, она у вас в руках. Вы очень избирательно оставляете комментарии. Правильно? Это мое личное дело. Вот. Следовательно, вы выбрали, чтобы оставить именно эти комментарии. Это ваше личное дело, и это ваш выбор оставить эти комментарии. Оставь все. Все. Значит, рекомендации комиссии по этике есть. Три. Три. Все согласны с этим? Нет. Так. Добавлю. Добавлю. Потому что если это действительно так, что вот здесь написано, вот типа там бараны. Коростолюбивая, серая. Коростолюбивая, серая. Ну и так далее. Но это не сего слова. Это комментарий, который... Ну это опубликовано. Он хозяин. А нас Андрей Бедаевич очень аккуратно... Я не к нему. Тебе вопроса, я не к нему. Это не интереса никакого. Лично. А все это другие говорили. Он сказал только, что мы недалекие люди, и не больше. Но это разве мало? Ну просто просьба. Это вырвано из контекста. Я сказал только так про тех людей, которые меня осуждают за наличие у меня своего мнения. Я сказал только это по отношению к тем людям, кто ко мне придирается. Так, у вас, Анатолий Васильевич, какое у меня это самое дополнение? Ой, у вас. Дополнение? У меня нет дополнения. У меня просто предложение есть, что если есть такой человек, который вот сейчас сидит и не хочет понимать, о чем мы говорим, взрослые люди. Он, мальчишка по возрасту, просто бы уважал действительно мнение людей, которые прожили какой-то жизнь. Что-то видели побольше, что-то знают. Но мы же видим поведение человека. И мы говорим, рекомендовать ему, вот что-то тут убрать, что-то не убрать. Что убирать? Его надо убирать. Не надо его на сегодня убирать. Просьба ваша. Андрей Витальевич, вы, редактор этой газеты, вы тоже просматриваете вот эти все комментарии. Понимаете, некоторые, вы вот члены общественной палаты сидят, там идет оскорбление. Вы, как член тоже общественной палаты, вы должны реагировать. Вот вы просите, да? Ваша просьба. Я прошу извиниться передо мной вот за эту писанину, и тогда я на вашу просьбу отреагирую положительно. А до тех пор, пока вы будете лгать и заставлять подписываться или коллективно одабривать вот эту ложь, которая здесь изложена, я ни на какие ваши просьбы идти не буду. А в чем лучше, если это результат вашего сайта? Я не собираюсь комментировать, что вы... Это ваш сайт. Вот это дословно скопировано один к одному. С вашего сайта. Еще не все, кстати, скопировано. Владимир Викторович, Сергей Викторович, Павел. Андрей, мы тебя все уважаем. Я, например, лично к тебе отношусь с большим уважением. Ты ищущий, молодой человек, ты хочешь найти свое место в жизни, ты хочешь быть честным, добросовестным, принципиальным, но не всегда у тебя это получается. Иногда ты немножечко перехлестываешь. Ты посмотри внутри себя. Ты действительно, как сказал он Русаков, ты посмотри, сиды все, сидят люди. То, что ты сейчас проходишь, мы уже прошли. И какие ошибки ты сейчас дальше будешь делать, мы тоже знаем. Но мы же тебя, ну, дружески, ну, говорим тебе, что ты делаешь ошибки. Даже если в той бумаге написано 90% неправильно, а 10% неправильно. Если ты меня там назвал этим нехорошим словом, меня за что? За что? Я всю жизнь... Вас я там не называл. Подожди, там написано члены комиссии. Я член комиссии. По фамилии нужно было, ребята. Ну, лично ты меня там... По фамилии нужно было. Это, Андрей, там делают твои помощники что-то, где-то что-то не так. Ну, ты соберись там, сядь, посиди, подумай. Не лезь ты в амбиции. Тебе... Я тебе говорю, да, 25%. Вы все себя судьями, что ли, возомнили? Вы что, без греха, что ли, все? Я что-то ни на ком нимбе не вижу. А меня нашли крайним, и давайте меня сделаем котлом отпущения за какие-то... Публикация твоя? У каждого из нас грехи. Публикация твоя? Ну, ты же не троюзная. Какая именно публикация? Вот это все, вот то, что было... Вы размотали на прошлом заседании комиссии, то, что я оскорбил своих членов палаты, выдернув из контекста фразу, что я сказал, что мне легче остаться самим собой, чем кому-то поддаться и остаться вместе в одном обществе с пусть и недовольным чем-то людьми. Да, одну секунду, тогда, тогда давайте так. Андрей Витальевич, я прошу помолчать. Об общественной палате Сергея Пасадского района и о членах палаты. Барана, Крустолюбивая Сера, Гадюшня, Седовлас и Демогон. Вы что, против свободы слова, что ли? Оттуда вывезти сраный метод. Это личное мнение этих людей. Это свободы слова. Почему я? Это другие люди. Я оскорбил. Чем я оскорбил? Ну, давай выйдем сейчас со мной. Еще буду. Давай выйдем. А, я тебя нокаутирую сейчас. Ой, Господи. Да нет. Понимаешь, я тебя просто нокаутирую. И что вы этим добьетесь? Несмотря на мои 70 лет. И что вы этим добьетесь? Ну, он жиреное. Да это он уже прохождает. Я, можно я пару слов скажу? Давайте придем спокойно. Здесь ситуация какая. У нас сейчас свобода слова. Дело в том, что внутренняя культура Андрея вот такова. Я, например, на его опысы никакого внимания не обращаю. Ну, вот как ребенок с шариком играет, где-то пописал, покакал. Ну, заснял это. Ну, это кому-то интересно. У Андрея такая культура. Он считает это нормально. Если он не переходит на личности, не говорит, ты козел, ты козел, ты козел. А это его стиль такой общественная... Общественная палата упоминается. Здесь ситуация какая. Общественная палата упоминается, когда комментируют на его сайте люди. А ему это нравится, понимаете? А он же, как бы, он, в принципе, прав. Они комментируют, а ему не культура нравится. Придем согласие. Согласие. Когда ответили на выражение, как было быдло вооружение войска, так и осталось. Вот. Вот этот ответ он резко убрал с сайта. Почему? Потому что ему выгодно это. Ну, как выгодно? Это не культура человека такая. Нет, ну, хорошо. Тогда возникает вопрос. А почему он должен являться членом общественной палаты? Ну, поднимайте на этот вопрос. Да. Он живет отдельно. Он общество не признает. У него есть свое мнение. И мнение он выражает на странице своего сайта. И те мнения, которые ему подкидывают, он их с удовольствием размещает. Значит, это его позиция жизненная. Причем тут членство в палате. Поднимайте вопрос. Вот и все. Предложение от Русакова исходило совершенно четкое. Значит, мы, если это не изменилось, изменится в ближайшее время. Сегодня у нас здесь нет форума. Нам нужно 18 человек, а у нас только 13. Значит, мы собираем в сентябре палату по одному из серьезных вопросов по положению. И ставим вторым вопросом об исключении, если не изменится. Об исключении Трофимова из следственной палаты. Не изменится. Он должен измениться, во-первых. Он не изменится от его жизненной позиции. То есть. Ну, она сдается. Продолжение следует...